Слайм Ренчер Сокровищницы вам нужны взломщики сокровищниц, которые покупаются вот здесь. Первый дается за абсолютно любое устройство, которое вы создадите в лаборатории. Его можно купить здесь за 4500. Второй вы сможете купить спустя какое-то время, когда создадите 35 устройств. Ну а стоит он 9000. Ну а чтобы купить третий, вам нужно будет создать 100 устройств. Но если вы уже создали, нужно всего лишь проспать до утра. Тогда появится как раз и третий, который будет стоить уже 25000. Ну а теперь можно переходить к поиску сокровищниц. Ночное с зеленых и первая сокровищница находится прямо на вашей локации, за лабораторией, вот здесь. Ну а внутри вас будет ждать. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре. Так. Клубинный соляной раствор. Гексосота. И странный бриллиант. Вторая будет находиться недалеко от вашей базы. Залезть туда можно вот здесь. Ну а по карте она находится вот здесь. Внутри вас будет ждать... Гибковый кустарник. Эскиз. Скорее всего декор. Следующую сокровищницу можно найти в локации рядом с телепортом, который остался после Меурового города. Ну а находится она вот здесь. Рядом с деревом. Давайте посмотрим, что будет там. Итак. Губковое дерево. Опять декор. Ну а следующую сокровищницу можно найти прямо рядом с телепортом. Вот здесь. Но если кто не знает, по карте находится вот тут. Что ж, давайте откроем. Да, декор. Лужайка коралловой травы. Следующую сокровищницу можно найти, если пойти по тропе от одичавших ларга. С нее еще хорошо видно мостик, ведущий к розовому города. Ну а находится сама сокровищница здесь, в пещере, где был фосфорный города. Давайте посмотрим, что в ней. Скорее всего декор. Да, фиолетовая слаймовая лампа. Следующую сокровищницу можно обнаружить на вершине острова, к которому ведет телепорт за Меуровым города. Ну а находится она вот здесь, за секретным телепортом. Если пробежать вот здесь и пролететь вот досюда. Давайте посмотрим, что внутри. Скорее всего декор. Да, фиолетовый телепорт склад. Хотя нет, это не декор. Это что-то новенькое. Следующая сокровищница находится по дороге на пляж, прямо рядом с дверью, которая открывается ключом. Давайте посмотрим, что внутри. Наверняка опять какой-нибудь декор. Нет, ресурсы. Что ж, неплохо. Следующую сокровищницу можно найти, если идти от телепорта рядом с гротом. Там еще была игрушка для фосфорных слаймов, но пройти к ней можно вот здесь. Давайте посмотрим, что находится внутри. И... там опять ресурсы. Следующую сокровищницу можно найти в мшистом покрове. Если пробежать от этого выхода вдоль стены, прямо вот сюда. Сокровищница будет располагаться в самом конце, в тупике. Давайте посмотрим, что находится внутри. Привет. Лети отсюда. Так, а там находится лужайка диких цветов. Опять эскиз. В этой же локации, недалеко от этого текстового сообщения, есть возвышенность. Вот здесь. Ну а на ней будет находиться ваша зеленая сокровищница. Прямо за этим деревом. Давайте посмотрим, что внутри. И... мшистое дерево, эскиз. Следующая сокровищница находится после пещеры с одичавшими ларга. Там, где я нашел первых медовых слаймов. Ну а находится она вот здесь, справа. Что же внутри тебя? И... эскиз. Янтарная слаймовая лампа. Следующую сокровищницу можно найти прямо в центре локации, с хищными слаймами. Ну а попасть к ней можно вот по этому дереву. Если аккуратно залететь на него и пробежать. Что же внутри тебя? И... эскизом. Шестый пень. Следующую сокровищницу вы найдете по дороге к телепорту домой. Она находится здесь, слева, за этим деревом. Если спуститься вот сюда вниз. Давайте посмотрим, что внутри. Эскиз. Нет? Так. Три соты. Гекса соты. Ну а еще одну сокровищницу можно найти прямо неподалеку от большой локации. Если подняться над проходом с агрессивными ларга, находится она вот здесь. Давайте посмотрим, что внутри. Надеюсь, не эскиз, а что-нибудь новенькое. Так, что это? Дикий мед? Ух ты! Это новый ресурс для меня. Следующую сокровищницу можно найти рядом с телепортом, прямо в пещере. Вот здесь. Но что внутри, мы узнаем сейчас. Лужайка мятной травы. Эскиз. Следующую сокровищницу можно найти недалеко от пещеры с кристальными слаймами. Находится она вон там. И давайте узнаем, что у него внутри. Наверняка опять какой-нибудь эскиз. Да? Голубые коралловые колонны. Что ж, тоже неплохо. Следующую сокровищницу вы найдете неподалеку от города, который находится прямо рядом с радиоактивными слаймами. Находится она вот здесь, внизу. Если пройти чуть-чуть подальше телепорта. Давайте посмотрим, что внутри. А ну-ка. И? Что это? Инди-го-ни-ум. Офигеть, что-то новенькое. Ну и последняя зеленая сокровищница находится недалеко от входа в карьер Индиго. Ну а найти ее можно вот здесь, внизу, среди слаймов. Что же внутри тебя? Так, еще ресурсы. Слаймовая ископаемая, три штуки. В центре древних руин можно найти следующую сокровищницу. Ну а найти ее можно, если пройти прямо от переключателя вот сюда. Находится она под этим деревом. Давайте посмотрим, что внутри. Лучистое дерево, эскиз. Что ж, тоже интересно. Ну и вторую зеленую сокровищницу в этой локации можно найти неподалеку от моста. Если спуститься вот сюда вниз. А внутри у нас находится и... Лужайка зеленеющей травы, эскиз. Следующую зеленую сокровищницу можно найти в убежище Огдена. Находится она, если идти по тропе от дома Огдена сюда. Прямо за этим деревом. Ну и что же внутри? А ну-ка. И... Гекса Сота. А что это? Странный бриллиант, королевское желе и лабовый пепел. Следующую зеленую сокровищницу вы найдете в Дебрях. Неподалеку от этого водопада и... Кучки соблезубых ларга. А находится она вот здесь, на этой тропинке. А внутри, скорее всего, эскиз, да. Лужайка хлопковых цветов. Следующую зеленую сокровищницу на этой локации можно найти на самом верхнем ярусе. С него еще хорошо видно хищник ларга. Ну а находится она вот здесь. Что же там внутри? И... эскиз. Лужайка дикой травы. Если пробежать по скале от предыдущей сокровищницы до этих островов, то можно обнаружить следующую сокровищницу. Находится она вот здесь. А внутри, скорее всего, опять эскиз. А ну-ка. Да, сияющие скалы. Ну и последняя зеленая сокровищница на этой локации находится недалеко от пещеры. А сама сокровищница находится здесь, на скале. Давайте посмотрим, что внутри. Наверняка там эскиз. А нет. Что это? Дикий мед и... Королевское желе. Ну а теперь переходим к синим сокровищницам. И первую синюю сокровищницу можно найти на П-образной арке, рядом с розовым гордо. А добраться до нее можно вот отсюда. Прямо интересно, что же в синих сокровищницах находится. Это моя первая сокровищница. А ну-ка. Фиолетовый телепорт. Блин, неплохо. Следующую сокровищницу можно найти рядом с входом в карьер Индиго. А находится она неподалеку от этого дерева. Вот здесь. А внутри нас ждет наверняка еще один эскиз. Да, эскиз розовые коралловые колонны. Еще одну синюю сокровищницу можно обнаружить, если пропрыгать по этим островам. Но находится она вот здесь. И что же там внутри? И наверняка какой-нибудь эскиз. Нет? Да, пружинный амортизатор. Даже не знаю, что это. Но в видео с лабораторией, думаю, разберемся. Следующую синюю сокровищницу можно обнаружить по пути к секретному телепорту. Прямо на этом острове. Ну а находится она вот здесь внизу. И мне кажется, там эскиз. Да, красная слаймовая лампа. Следующую сокровищницу можно обнаружить прямо на выходе из зарослей. Ну а находится она справа от лестницы. Вот здесь. Может быть завяжем с эскизами и наконец-то что-то интересное дадим мне? Так. Это у меня есть. Это у меня есть. И все. Следующую сокровищницу можно найти наверху. На этом острове. Ну а находится она вот здесь. Если от этой пещеры пойти налево. Прямо за углом вас будет ждать... А что? Эскиз? Нет. Опять. Глубинный соляной раствор и лавовый пепел. Следующую сокровищницу вы сможете найти недалеко от телепорта в шистом покрове. Ну а находится она в водоеме. Прямо вот здесь. В самом-самом дне. Давайте посмотрим, что внутри. Надеюсь, не ресурсы. Так, янтарный телепорт-склад. Когда же я наконец-то научусь ими пользоваться? Следующую сокровищницу можно найти рядом с этим островом. Возле этой лестницы. Ну а находится она вон внизу. А внутри у нас сияющие вершины. Ну а следующую сокровищницу можно найти на самом острове. Если идти в сторону к грибам. Рядом с этим текстом. Вот здесь. Но внутри нас ждет. Интересно, что? Эээ... Гексасота три штуки. И... И все? Следующую сокровищницу можно найти рядом со входом в шестый покров. Находится она вот здесь, под лестницей. Ну-ка. И что здесь? Наверняка какие-нибудь ресурсы. Ну-ка. Так, дикий мед. Дикий мед. И... И королевское желе. Ну а теперь перемещаемся в карьеру Индиго. И первая сокровищница на этой локации находится в пещере с кристальными слаймами. И найти ее можно, если зайти с правого входа. А находится она прямо напротив него. Ну а внутри нас ждет... Кристальная гроздь эскиз. Следующую сокровищницу можно найти по дороге к телепорту домой. Находится она неподалеку от этого мостика. Прямо под этой деревянной лесенкой. Вот здесь. А внутри нас ждет... Эээ... Кто? Зеленая слаймовая лапа. Что ж, неплохо. Если спуститься в пещеру с радиоактивным гордом, можно найти еще одну сокровищницу. Ну а находится она здесь, за левым столбиком. Но что внутри, мы сейчас узнаем. Итак, зеленый телепорт. На этом острове, недалеко от города, можно найти еще одну синюю сокровищницу. Ну а находится она в этом жерле вулкана, прямо здесь. Это самый высокий вулкан на этом острове. Ну а внутри лужайка жар цветов. Еще одну сокровищницу можно найти неподалеку от разрушенного моста. Прямо в этой луже. Ну а сама сокровищница находится вот здесь в уголке. Но внутри нас ждут наверняка ресурсы. Так, что это? Что это за штука? Инди... Индигониум и странный бриллиант? Прикольно. Ну и последнюю синюю сокровищницу можно найти прямо рядом с телепортом, если подняться вот сюда. Но внутри нас ждут... Наверняка опять ресурсы. Так, слаймовая ископаемая, три штуки. Следующая сокровищница находится в древних руинах. И находится она неподалеку от сломанного моста. Но найти ее можно, если пропрыгать досюда и перелететь сюда. Прямо рядом с этим деревом. Вот она. Но внутри нас ждут наверняка эскиз. Нет, это у нас кексосота, три штуки. Здесь же, если не перепрыгивать через мост, а спуститься вниз направо, можно обнаружить еще одну сокровищницу вот здесь. Но внутри нас ждет эскиз разрушенные колонны. Следующую сокровищницу можно найти рядом с взрывным гордо. Но находится она прямо за ним, если его взорвать. Вот здесь. И внутри у нас наверняка какой-нибудь эскиз. Нет, это у нас слаймовая ископаемая, три штуки. Если вернуться в большой зал, то можно найти вот такую вот дверь. Чтобы попасть к сокровищнице, нужно открыть эту дверь. И нажать следующий активатор, чтобы дверь поднялась. Когда она поднимется, откроется следующая дверь, за которой находится сокровищница. И эхо, привет. Но внутри нас будет ждать. Так, спиральный пар, три штуки. И все. Следующую сокровищницу можно найти неподалеку от телепорта домой. Но увидеть ее можно, если пройти вот сюда, к этой арке. И выйти в эту дверь. Находится она слева. Но внутри нас ждет целая загадка. Лужак из звездных цветов. Последнюю синюю сокровищницу на этой локации можно найти по дороге к телепорту в стеклянную пустыню. Но находится она вот здесь. А внутри нас ждет... Ловушка горда для продвинутых. Первую синюю сокровищницу в стеклянной пустыне можно найти прямо в начале. А находится она прямо за этим слаймом. Вот здесь. И что же у нас внутри? И рисочная слаймовая лампа. Следующую сокровищницу можно найти неподалеку от оазиса. Одного из первых. Находится этот оазис возле арки. Ну а сокровищницу можно найти вот здесь, в уголке. А внутри у нас разрушенные глыбы пустыни. Следующую сокровищницу можно найти рядом с выходом в следующую локацию. Ну а находится она рядом с оазисом, прямо на этой глыбе. Ну а внутри нас ждет... Итак... Тактус в горшочке? Прикольно. Следующую сокровищницу можно найти рядом с предпоследним оазисом, если пройти направо в эту пещеру. А находится сокровищница вон там наверху. Добраться до нее можно с помощью этих колонн и джетпака. Ну а внутри у нас находится... Скрученная трава. Забавное название. Еще одну сокровищницу можно найти неподалеку от телепорта, в пещерах рядом с оазисом. А находится она вон там наверху. Ну а добраться можно вот по этому уголку, прямо по этим пальмам. А в самой сокровищнице находится... Разрушенная колонна пустыни эскиз. Еще одну сокровищницу можно найти рядом с последней локацией. Если идти от этого оазиса вниз, вот сюда. Но находится она вот здесь. Что же внутри? А внутри у нас ягодная слаймовая лампа. Следующую синюю сокровищницу можно найти в туннеле, под последней локацией. Находится этот туннель вот здесь. Ну а саму сокровищницу можно найти в центре этого туннеля вот здесь. Территориально она находится практически в центре локации. Но внутри у нас находится... Телепорт-склад цвета какао. Ещё две сокровищницы можно найти в Деврях. Одну из них можно найти в центральной локации. Рядом с самой высокой площадкой с деревом. Вон той. Но добраться до туда можно только с помощью джитпака. Сама сокровищница будет находиться в пеньке вот здесь. Но внутри нас будет ждать... Персико и яблочное дерево. Ну и последнюю синюю сокровищницу можно найти в локации с деревянными мостами. А находится она вот здесь, прямо за этим деревом. Но внутри нас ждёт... Дикие коралловые колонны. Ну а теперь переходим к самому интересному, к фиолетовым сокровищницам. И первую фиолетовую сокровищницу можно найти в карьере Индиго. Находится она недалеко от входа, рядом с этим текстовым сообщением. Но чтобы найти её, нужно свернуть вот сюда. И пролететь вот до сюда. А внутри нас будет ждать... Гекса формация и эскиз. Ещё одну фиолетовую сокровищницу можно найти в центральной пещере, рядом с телепортом. Но находится она слева от входа, вот здесь. А внутри у нас... Королевская модная капсула. Следующая сокровищница находится на выходе с радиоактивным гордо, с видом на этот мост. Но сама сокровищница располагается наверху. Чтобы добраться, я использовал этот камень. Сначала нужно залететь на него, а потом с него уже на возвышенность. Ну а внутри у нас... Зелёный телепорт-склад. Следующую сокровищницу можно найти неподалёку от этого же моста. Но находится она в зоне с отечавшими Ларга. Если пройти вот сюда и свернуть направо, здесь понадобится джетпак. Ну а в конце вас будет ждать сокровищница. А внутри у нас... Серьёзная модная капсула. Ещё одну сокровищницу можно найти опять же рядом с этим мостом. Ну а находится она неподалёку от входа в пещеру с кристальными слаймами, вот здесь. А внутри у нас опять ресурсы. Два инди-гониума и странный бриллиант. Ну и последняя сокровищница в этой локации находится неподалёку от гордо, на этом острове. Чтобы найти эту сокровищницу, необходимо свернуть вот сюда и пробежать мимо этого телепорта. Вы увидите подъём наверх, но наверх вам не нужно. Вам нужно свернуть вот сюда налево. Здесь будет факел и новая сокровищница. Ну а внутри... Внутри у нас красный телепорт. Первую фиолетовую сокровищницу в мшистом покрове можно найти, если выйти из этого дерева и повернуть налево. Ну а находиться она будет вот здесь, прямо под ним. А внутри у нас... Теневая модная капсула. Следующую сокровищницу можно найти под корнями дерева на этом острове. Дерево это самое высокое, вы его точно не пропустите, а сокровищница находится внизу, под водой. Ну а внутри вас ждёт... Джумба-глюка-гриб. До следующей сокровищницы добраться достаточно сложно. Находится она неподалёку от хищного гордо. Если посмотреть налево, вы увидите первое дерево, на которое вам нужно перелететь. А за ним вы увидите следующее дерево. Максимального джетпака как раз хватит, чтобы долететь до грибов. Ну а сокровищница находится наверху, прямо в центре этого дерева. Ну а внутри у нас... Янтарный телепорт. Блин, как теперь отсюда выбраться? Следующую сокровищницу можно найти по пути к телепорту на островах. А находится она в тупике, вот здесь. Прямо в самом углу. Ну а внутри у нас... Красный телепорт-склад. Следующую сокровищницу вы найдёте там же, где и Медового гордо. Ну а чтобы до неё долететь, вам нужно пройти до этой скалы. И облететь её слева. Главное не бояться, там есть площадка. Ну а внутри у нас будет находиться... Умная модная капсула. Следующую сокровищницу вы обнаружите прямо рядом с входом в Шистый Покров. Находится она наверху, здесь вот справа. Ну а внутри у нас будет располагаться... Пижонская модная капсула. Ну и последняя сокровищница на локации находится рядом с этим переходом. Если спуститься направо вниз, прямо под это дерево. Ну а внутри у нас... Наверняка ресурсы. Дикий мёд, дикий мёд и королевское желе. В высохшем рифе нужно найти всего лишь две сокровищницы. Первая находится рядом с этой аркой, ну и неподалёку от розового горда. Но находится она прямо вот здесь, внизу под ногами. А внутри у нас ресурсы. Глубинный соляной раствор две штуки и лавовый пепел. Последнюю сокровищницу можно найти, если полностью обойти остров. Ну а найти её можно вот здесь, рядом с этими кольцами. Вам нужно всего лишь пройти мимо этого дерева и найти эту пещеру. Но внутри сокровищницы у нас очаровательная модная капсула. Ещё одну сокровищницу я уже показывал в одной из серий. Попасть туда можно через телепорт на секретном острове. Хотя не такой уж и на секретной теперь. Ну а чтобы долететь до него, нужно пересечь три островка. На одном из них вы наверняка уже открыли синюю сокровищницу. Ну а фиолетовая находится вон на том островке. Точнее не на нём, а в телепорте, который находится на этом острове. Ну а телепорт находится сзади камня. Сама сокровищница находится наверху. Если подняться по ступенькам. А внутри у сокровищницы... Усатая модная капсула. В древних руинах, неподалёку от разрушенного моста, можно найти первую сокровищницу. Находится она прямо напротив этого моста, в этом разрушенном здании. Прямо на крыше. А внутри у нас кристальный светильник. Ну а следующая сокровищница находится прямо напротив этого здания. Вот на этой крыше, рядом с этой большой аркой. Сама сокровищница находится вот здесь. Ну а внутри у нас... Ого! Ресурсы! Так, Инди Гониум и странный бриллиант. Следующую сокровищницу вы найдёте с другой стороны разрушенного моста. А находится она наверху справа, вот здесь. Ну а внутри у нас... А внутри у нас сияющие жезлы. Следующую сокровищницу вы найдёте на локации с водоёмом. Но найти её можно, если пройти до этого края и просто пролететь мимо этой стенки. А внутри этой сокровищницы находятся... Два глубинных соляных раствора и один лавовый пепел. Следующую сокровищницу я тоже уже показывал. Находится она в центре, прямо над взрывным гордо. Ну а попасть туда можно, если полететь в сторону разбитого моста и залететь в эти кусты. Ну а внутри нас будет ждать... Наверняка что-то секретное. Эхо-лов. Офигеть. Наверное, это для ловли эхо. Прикольно. Ну и последнюю сокровищницу на этой локации можно найти рядом с телепортом домой. А находится она, если идти вдоль телепорта и пролететь вот сюда. А внутри нас будет ждать... Опять ресурсы. Скорее всего, дикий мёд, да, и королевское желе. Ну а теперь переходим к стеклянной пустыне. Здесь больше всего фиолетовых сокровищниц. И первая находится неподалёку от выхода. Но чтобы попасть к ней, придётся совершить небольшое путешествие. Лучше всего без большого джетпака сюда даже не сываться. Но нужно вам свернуть от входа в эту сторону. И пролететь вдоль этой стены до самого края. Ну а там, возле одной из статуй, вы найдёте сокровищницу. Внутри которой будет ягодный телепорт. Следующую сокровищницу вы найдёте на огромной скале. Напротив выхода из древних руин. Но добраться сюда достаточно сложно. Так как сокровищница находится даже выше этого фонтана. Вот здесь. Но внутри у нас будет... Три золотых плорта. Следующую сокровищницу вы найдёте ещё на одной скале. По дороге к центральной части. Ну а попасть на неё можно с предыдущей скалы. А сама сокровищница находится вот здесь внизу. Ну а внутри у нас... Пасека для профессионалов. Следующую сокровищницу вы найдёте неподалёку от телепорта домой. А находится она справа от него, здесь наверху. Ну а внутри нас будет ждать... Ягодный телепорт-склад. Следующую сокровищницу хорошо видно с предыдущего места. А находится она прямо в башне телепорта. Ну а добраться до неё достаточно просто, просто пролетев на джетпаке. Ну а внутри нас будет ждать... Башнеобразная стеклянная скульптура. Следующую сокровищницу можно найти в переходе, которую загораживает мозаичный гордо. Сам гордо будет находиться вот здесь. Ну а за ним, прямо здесь внизу, будет находиться сокровищница. В которой будет... Насос для профессионалов. Следующую сокровищницу вы найдёте неподалёку от предыдущей. Забраться туда достаточно сложно. Вам нужно попасть на эту скалу. Ну а сокровищница будет находиться по другую сторону этой скалы. Вот здесь. А внутри нас будет ждать... Сверхводопушка. Следующую сокровищницу вы найдёте справа на окраине. Ну а находится она неподалёку в незатейливом месте, прямо за скалами. А внутри у нас... Раз, два, три. Ещё три золотых плорта. Следующую сокровищницу вы найдёте неподалёку от предыдущей. Если от этой сокровищницы вы пролетите вдоль скалы в ту сторону. Не бойтесь, там тоже есть площадка. Ну а что внутри сокровищницы мы узнаем сейчас. А внутри у нас... Огненная стеклянная скульптура. Следующую сокровищницу вы найдёте рядом с фонтаном. Ну а находится она прямо напротив него. А внутри у нас... Пальмовый побег. На этом же островке можно найти следующую сокровищницу. Если пролететь к левой скале. Сокровищница будет находиться сзади неё. Ну а внутри у нас... Пальмовое дерево. Следующую сокровищницу можно найти неподалёку от предыдущих двух. Если не сворачивать в эту пещеру, а пройти вот сюда. Ориентиром вам будет этот камень. А пролететь вам нужно вот сюда. Ну а внутри нас будет ждать... Какао телепорт склад. Следующую сокровищницу вы найдёте справа по карте. Чтобы попасть к ней, вам нужно обнаружить эту пальму. Она находится прямо напротив фонтана. Когда вы спрыгнете до неё, вы увидите площадку. На которую нужно перелететь. Ну а сокровищница будет находиться с другой стороны этой площадки. А внутри вас будет ждать... Бур для профессионалов. Кстати, выбраться отсюда можно с помощью следующих пальм. Следующую сокровищницу вы найдёте в башне с фонтаном. Ну а находится она наверху, рядом со статуей. Не думаю, что у кого-то возникнут проблемы подняться сюда. Ну а внутри у нас... Громоподобная стеклянная скульптура. Ну и последнюю сокровищницу в этой локации можно найти... Напротив предыдущей башни. Ну а перелететь вы сможете с предыдущего места. Сама сокровищница находится в центре. А внутри у нас... Телепорт цвета какао. Ну и последние две сокровищницы в моей версии игры можно найти в дебрях. Первая будет находиться рядом с водопадом. Если пробежать через эту пещеру и пролететь через этот водопад направо. Но в самой сокровищнице... Резные скалы. Ну и последняя сокровищница находится неподалёку от телепорта домой. А найти её можно здесь, прямо под потолком, если свернуть вот сюда. Ну а внутри у нас находятся... Пещерные скалы. Ну а теперь давайте посмотрим, что находится в секретных сокровищницах. Первый телепорт можно найти на этом острове. На самом верху. А находится он вот здесь. Чтобы открыть сокровищницы, вам нужно пробежать до самого дальнего зала. Где нужно нажать на переключатель. После этого на вас свалится куча агрессивных ларга. И откроются четыре прохода за вами. Но в этой комнате вы найдёте четыре фиолетовых сокровищницы. Но внутри у нас будет... Так, три плорта. Нет, не три. Ничего себе, сколько их тут. Семь, восемь, девять. Целых десять золотых плортов. Давайте посмотрим, что в следующей. Раз, два... Неужели опять десять золотых плортов? Да, ещё десять золотых плортов. Ну и в оставшихся двух наверняка также по десять золотых плортов. Но в комнате с четырьмя проходами вы найдёте десять сокровищниц. Пять из них находятся вдоль стены, три рядом с этой колонной и две здесь. Но внутри вас будет ждать целая куча золотых плортов. Следующий телепорт вы найдёте на вершине вулканического острова. Но выглядит он вот так. Внутри вас будет ждать всего одна фиолетовая сокровищница. Что же там внутри, интересно? А внутри... Один плорт? Серьёзно? И это того стоило? Ну и последний телепорт вы найдёте по дороге к телепорту в Мшистом Покрове. Стоит он прямо посреди дороги. Я думаю, мимо не пройдёте. Ну а внутри вас будет ждать несколько золотых слаймов. И одиннадцать сокровищниц. Шесть из них вы найдёте вдоль стены, а пять в центре зала здесь. Ну а внутри вас будет ждать по десять золотых плортов. Ну а на этом всё, друзья. Я потратил уйму времени на поиски всех сокровищниц. И надеюсь, видео оказалось полезным. Не забудь поддержать меня лайком и подпишись на канал. Всем пока и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok